Обожаю Колю. Пока я выключил уже, то есть вода нагрелась, но не закипела. И мы сейчас будем ее отставлять, чтобы она, наш состав, нашего борща упарился. И добавляем большое количество. Подойди, покажи. А почему сразу? Вот, чтобы травки, которые мы добавляем, это укроп, кинза, петрушка, сельдерей, они являются тоже лечебными. И пусть они у нас не отварятся, а упарятся. Настоятся. Настоятся. Все. Отставляем. И начинаем. Здесь происходит таинство сейчас, в данный момент. Мешаю, мешаю, Коля, мешаю. Вот. Так, не знаю, куда деться. На большом огне, на большом огне мы начинаем пассеровать наши овощи. Берем масличка. Часть овощей, потому что часть ушли в настой. Я не могу сказать, что это борщ вареный, это борщ настоянный. Но мы уже так это объяснили с самого начала. Поэтому объясняем. Ну, я же 5 копеек тоже хочу. Дважды объяснять, я думаю, не стоит. Оливковое масло. Либо подсолнечное. Вот. Добавляем вог. Вог очень быстро раскаляется. И очень быстро овощи начинают пассероваться. Все. Всю технологию показывать не будем. Слишком времени занимает нам. Надо сэкономить ролик до 15 минут. Ой, как вкусно. Обожаю, когда Коля готовит. И не просто, когда он готовит. Потому что мы с ним на кухне полноправные хозяева. То есть в этом нет проблем, кто готовит. Кто проснулся первым, тот и готовит завтрак. И я подсматриваю за ним. Да, я пойду. Вот. Подсмотритесь. Все шкварчит. Все шипит. И это будет живой борщ Николая Старженко. Галина. Ау. Прекращай. Начинаем. Включила. Когда мы довели уже до полуготовности пассерованные овощи. Мы добавляем сюда помидорчик. Вот. А поскольку восточная кухня, она вся кисло-сладкая. И для того, чтобы кислоту чуть-чуть увеличить, нам потребуется еще томатная паска. Это водострадочная. Молодцы. Тогда это у нас будет кисловатенькая такая смесь овощная. Но, как правило, этого не хватает. Ну, сюда я всегда добавляю сахар. То есть, доводит до вкуса. То есть, это уже, да. Как художник. Чуть-чуть. Художник на кухне. Но, еще. Сюда будет добавлен и лимон. Поэтому, это уже в конце. Вот. Вот наша сливочная почти готова. Она еще не пережаренная, скажем. А находится в таком состоянии полуготовности. Ее нужно действительно в течение минутки мешать. И в конце мы добавляем чесночок. Чтобы он не пережарился у нас. Остались у него все свойства его эфирные. Вот у нас получается такое вот лекарство. Быстрое и вкусное, главное. Питательное, лечебное, вкусное. Все. Выключаем пока. Вот. Кастрюлька у нас постояла. Именно постояла. Не кипела. Постояла минут 10, пока мы занимались поджарочкой. Вот. Я достаю отсюда. Проверяю на готовность картошечку. Да. Вот она у нас. Чуть-чуть. С хрустиночкой, но уже почти готова. Не надо было кипятить. Доводим наш борщичок. Боже, я так есть захотела. Вот. Смотрите, какая красота получается. И поскольку он у нас подостыл, мы чуть-чуть добавим огоньку и точно так же чуть-чуть подогреем. Опять же, не доводя до кипения. Не доводя. Это главное условие. Он у нас должен быть живым. Еще маленький секрет. Я это уже сделал между жаркой. Я начитал молитвочку на наш борщ. Вот. Господь нам еще ее и осветил. Вот. Он уже почти готов. Только он должен еще настояться до готовности. Это будет еще минут 10-15. То есть он до готовности настаивается? То есть вот в таком виде. Да. Чуть не забыл. Чуть не забыл. Чуть не забыл. Самое главное, это то, что мы вводим в конце. Это наши секретики. Секретики. Бадьянчик. Две звездочки на большом костюме. Покажи, покажи, потому что люди не знают, что это бадьян. Бадьян обладает очень сильными, мощными лечебными свойствами. Кому интересно, найдете в интернете. Сейчас говорить не буду. Смесь перцев. Горошком. Почему горошком? Потому что, когда вы кушаете, вот этот горошек, он попадает вам на зубок. Вы его раскусываете. И как маленький шок такой у вас получается. Вам становится очень приятно. Приятно на вкус, да. Он неожиданно приятен. И еще мы добавляем обязательно перец острый чили. Вот половинка. Он очень хорошо работает по восстанавливанию кровеносного давления. Если раньше в тибетской медицине вот эти зернышки, покажи, два-три зернышка для того, чтобы восстановить, уравновесить свое давление, достаточно съесть и запить водичкой. Потому что раньше люди носили эти зернышки, высушенные в кисетиках. Вот. Сейчас носят валидол и нитроглицерин. То есть выбирайте. Или перчик, или нитроглицерин. Ну вот, собственно, все, да. А, и самое главное, еще травка, это для запаха, да. Но польза от нее, кому интересно, прочитайте, найдете. В интернете есть, называется Шамбала. Мистическое название такое. В народе еще его называют пожитник. Вот, есть. У нас есть зернах пожитник. Мы все время используем его. Да, вот прямо не жалейте. Высыпаете вот такой вот мешочек. Вот. Она настаивается, не кипятится. Настаивается и запаривается. Потрясающий запах. Вот. Уааа. А, все. До скорой встречи. Желаю всем вкусно поесть и исцелиться одновременно. Ну, все. Вот, собственно, грищи готов. Вот его подача такова, да. То есть он настоялся. В итоге он у нас всего лишь был в горячей воде. Находился где-то 20 минут. Не более того. Вот он уже готов. Сытно, вкусно и главное он живой. Вы когда его попробуете, приготовите дома, вы поймете, что такое живой борщ и что такое переваривание. Некоторые говорят на следующий борщ, ну и на следующие сутки, борщ суточный, но по сути там ничего не остается. Живого? Может он и вкусный? Да, вкус есть соответствующий, это понятно, но живого там ничего абсолютно нет. Поэтому живой желательно готовить на одно приготовление. Вот вы его поели, ну хотя бы в течение дня его доешьте. Так что сейчас позвоним друзьям, чтобы приходили быстро на борщ. Да, если он настоится, от нем пользы мало. Поэтому сейчас он у нас действует как лекарство. Да, зелень можно положить еще дополнительно, сколько хотите. Ну вот я люблю много зелени, у меня вот так. Это он еще не все положил, он еще будет подкладывать при зелень. Ну все, спасибо, до свидания. Всем приятного аппетита. Коля, спасибо, я тебя люблю.